всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы вместе с вами посетим бал хризантем в никитском ботаническом саду скорее всего вы уже у кого-то посмотрели такое видео но я хочу чтоб на моем канале тоже было такое видео просто на память его здесь оставим ну что погнали смотреть так друзья я буду идти прям вот с трассы которая ведет а уж то ялта и отсюда пешочком пойдем до никитского ботанического сада смотреть на всю эту красоту именно сегодня 27 октября открывается бал хризантем надеюсь нам удастся туда попасть надеюсь мы не поздно еще приехали потому что уже солнце идет у нас на закат я в последний момент решил поехать не хотел снимать но думаю надо снять все таки пусть на память будет такой видеоролик и вот я уже здесь поэтому пойдемте поскорее полюбуемся этой красотой природа южного берега крыма очень насыщенная друзья здесь много вечно зеленых деревьев кустарников идешь или просто кайфуешь от этой природы сейчас мы уже идем по спуску в сторону самого поселка в сторону никитского ботанического сада я не знаю время его работы сейчас на место пройдем расскажу вам по стоимости сколько стоит билет до скольким вообще работает чтобы тоже как я не опаздывали и приезжали сюда вовремя ну и после никитского ботанического сада хочу попасть в еще одно интереснейшее место но это уже по времени будем смотреть успеем и туда или нет но пока идем любуемся вот такими видами на въезде в поселок установлен вот такой камень с табличкой аллея российской сирийской дружбы давайте посмотрим 0 и кстати раньше я ее не замечал я просто мимо проходил и здесь вот действительно есть какая-то аллея высажены деревья и похоже что это оливки да друзья очень похоже на оливки это вот видите но не молоденькие еще растут ждем пока вырастут и будут радовать здесь людей посмотрите какая сегодня замечательная погода на улице солнечно тепло сегодня плюс 19 20 градусов в общем можно сказать жарко даже сама дорога в поселок очень живописная и красивая смотрите это дерево прям такого бордового красная и вот так мы с вами тоже спускаемся но пешочком правда потому что я хотел пройти по этой дороге когда-то уже по ней ходил я был здесь на параде тюльпанов я думаю вы помните то видео мы сегодня решил вам показать бал хризантем главное событие осени на южном берегу крымах это именно этот балх полюбуемся красотой смотрите но действительно места прямо живописный вон там горы какие красивые заметил я хочу туда сходить пешком в маршрут свой длительные думаю на днях это осуществим и пойдем здесь полазим по горам полюбуемся уже такими нетуристическими видами на южный берег крыма любителей полюбоваться хризантемами сегодня будет по ходу очень много видите прямо на входе здесь все парковки не просто заставлены машинами люди приехали любоваться этой красотой но в основном здесь крымские машины крымские номера хотя встречаются не только крымский он 199 регион но большинство из них это 82 крымчане приехали на прогулку полюбоваться красотой ну что я уже можно сказать на входе сейчас тоже пойдем смотреть так ну что вот вам немного информации для посетителей стоимость взрослые билеты 500 рублей но нельзя ставьте на паузу смотрите я уже в принципе билетик приобрел и вот график работы поэтому пойдемте смотреть людей собралось уже здесь на входе прилично вот сам вход у нас так вот график работать друзья с 9 до 17 00 и в будние дни и выходные дни работает каждый день так на давайте сначала вам покажу пальму назвали мексиканская горка почему-то это местечко вот такие нас встречает пальмы друзья блин шикарно как будто в тропиках все ощущаешь ну что вы готовы пройти вовнутрь и полюбоваться всей красотой ну что пойдемте любоваться красотой сейчас друзья просто вот идеальная погода чтобы ходить по таким паркам входить в походы в горы просто идеально не жарко не холодно а классно так но здесь на встречает уже наши скульптуры из кустов которые не вырезали вот так красиво но самое красивое будет на том месте где расположены расположены тополя на их конечно природа поражает но друзья еще раз напомню что никитский ботанический сад это место которое тоже нужно обязательно посетить если вы будете когда-нибудь в крыму за растениями ухаживают поливают как мы видим так ну что выходим наверх там 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 здесь кроме хризантем еще будет много различных цветов которыми мы насладимся здесь ведь у нас растут розы уже сосны пальмы все совместили в одном месте его друзья посмотрите вот они уже есть хризантем сделали как вам сказать такую иллюминацию видите полуостров крым на ней изображен цветами именно давайте поближе подойдем полюбуемся так на солнце конечно прям в камеру набьет но вот здесь изображен полуостров крым конечно плоховато в ней на из-за солнца будет видно тогда тел так сбоку вам подсниму ну это первая наша иллюминация идемте дальше самое сразу самое сердце самые красивые места здесь каждое место красивая обожаю этот сад тихо спокойно где-то птички щебечут и мы с вами так давайте сначала поднимемся вот сюда на лестницу с ней должен открываться прям весь такой вид с высоты потому что на коптерах сейчас летать нельзя как мы знаем а нам хочется пребываться этими видами сверху так здесь у нас расположено земляничное дерево вот она кажется как будто она без коры видите так ну что здесь них в этом здании располагается администрация я прошлом году кстати договаривалась с администрации чтобы не решили полетать на квадрокоптер они разрешили вот сначала вид сюда ну просто кайф и сюда тогда вот здесь бал хризантем но отсюда конечно плоховато видно не так как я ожидал но пойдемте смотреть хризантем и поближе в этом году никитскому ботаническому саду исполнилось друзья 210 лет представляете 210 лет существует уже ну что мы в принципе зашли до этих хризантем ну я могу сказать так что пара тюльпанов был поярче как по мне еще ведь многие цветки не раскрылись поэтому у вас есть еще пару недель точно чтобы сюда успеть на неделька точно и чтобы успеть на полное цветение этого сада вот есть одна клумба которая прям очень хорошо раскрылась сейчас сам я покажу поближе вот друзья смотрите вот это клумба прям очень красиво выглядит как будто какой-то бархатный ковер можно так но здесь что-то что-то из хризантем попытались сделать какой-то озор а это 210 лет друзья только нужно смотреть с другой стороны вот она двойка но что-то она не до конца раскрылась давайте зайдем с этой стороны покажу вот здесь число 210 из хризантем вот так думаю будет видно вам но вот это клумба прям такая самая мне кажется шикарная которая здесь есть но сейчас еще немножко пройдемся привет посмотрим но друзья основная часть еще не расцвела я вам сказал смотрите некоторые клумбы прям стоят зеленые поэтому смело можете не торопиться приезжать сюда через неделю и полюбоваться и думаю через недельку мы тоже сюда заглянем чтобы снять эти клумбы когда-нибудь максимально в своем цвету это было из парадом тюльпанов мы тоже приезжали я помню не расцвели сначала но потом уже вернулись в то время когда по-настоящему здесь было прям шикарно вот так все это выглядит я думаю сейчас немножко здесь походим и отправимся в горы немного хочу вам показать еще одно уникальное место которое здесь находится называется но никитская расселена и сегодня должны тогда попасть до заката солнца ну постараемся успеть ну вот с этой стороны тоже клумба более-менее красивая вода для здесь прям шикарно от них еще такой аромат исходит приятный ну что я думаю давайте-ка сделаем макро съемку с цветами и отправимся немножко прогуляемся по парку и потом пойдем никитскую расселена в эту посмотрим что там так давайте в эту сторону немного пройдемся здесь тоже клумбы расцвели более-менее красиво ночью для смело приезжайте через неделю сейчас пока еще рановато солнечная феерия называется и данная композиция из цветов а я вижу там вдалеке что-то очень красивая пойдемте смотреть вообще круто что вот в этом саду проводятся часто такие выставки как пара тюльпанов бал хризантем не знаю с розами у них что то есть вот такое потому что розы крому прям очень красивые с розами у них ничего такого не наблюдал но возможно тоже что то есть вот это кумба прям тоже такая красивая ну ладно друзья переключаемся на макросъем кстати обратите внимание еще много пчел или труд не что это такой труд не летают не пчелы и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 них макушки здесь шикарнейшая кипарисовая аллея из можно сказать древних кипарисов потому что до таких размеров кипарисы быстро вырасти не смогут смотрите на высоту и видите вся аллея вы идете вдоль кипарисов вот здесь когда-то росло дерево секвой а я помню я его снимала но уже засыхала друзья видите его к сожалению спилили но оставили вот эту древесину возможно сделать какую-то фигуру из дерева здесь вырежут он кстати еще раз тут секвой и на заднем плане вам видно секвой точнее вон она одна тоже высокая жаль конечно что такие многовековые деревья погибают печально видеть такую картину ну ну что поделать нам так ну все пойдемте в нижнюю часть парка через бамбуковую рощу как раз мы туда с вами и попадем хожу здесь и отдыхаю душой и сегодня честно хотя вообще в другое место поехать но проспал потом думаю а ладно буду сидеть дома никуда не пойду потом все-таки в 12 часов дня я из садака решил все-таки нужно посетить этот балл хризантем показать его вам чтобы у меня тоже было на канале такой видеоролик с этого бала и вот как ты здесь как-то я очутился здесь так вот она бамбуковая роща смотрите вот и тит растет как бамбук давайте чуть ближе круто вот бамбук я тоже обожаю ну здесь роща такая прям прилично большая так а что это за дерево тис ягодный друзья вот он это дерево которое ядовитое в древности из которого делали там допустим бокал наливали туда вино и давали какому-то недоброжелателю и человек потом умирал потому что смолы либо соки которые содержались в этом бокале они впитывались вино и таким образом его отравляли ну чем старше дерево тем она ядовите насколько я слышу а поэтому лучше ягоды которые на нем вы увидите не срывайте тем более уж не пробуйте на вкус это может быть реально опасно солнце так светит уже скоро закат а нам нужно я думаю ускоряться побыстрее из бамбуковой рощи снова выходим сюда на площадь солнце вроде бы немного сместилась и сейчас вам будет там хорошо видно очертания крымского полуострова из хризантем вот они живые цветы видите белым они выложили так крымский полуостров такая красивая экспозиция ну что пойдемте в нижнюю часть парка точнее сада вот здесь тоже мне нравится эти клумбы подстриженные зеленые газончики и уже друзья капает дождик у нас возможно сейчас польет посмотрим так ну и здесь тоже расположили вот такую иллюминация или как это назвать друзья как назвать экспозиция или мы на иллюминация но в общем она выполнена в виде платья из хризантем принципе там сзади наверно можно подойти и сделать фото типовые в платье это для девушек сейчас посмотрим реально или нет это мои предположения такие ну да вот можете сделать себе крутейшую фотографию вот здесь подойти и сфоткаться девушки женщины приезжайте получите реально шикарную фотографию здесь вот здесь просто какой-то сумасшедший вид зеленые эти цветы и у такое дерево на фоне прям темного неба у нас красота смотрите канна садовая называется растение вот это но по крайней мере их на той табличке так написано блин вид на миллион ладно нам нужно двигаться дальше чтоб максимально сегодня здесь пройти и посмотреть красот еще добраться в то место если в этом саду спуститься чуть ниже в сторону моря то вы попадете в такое место как будто это какие-то тропики друзья здесь очень много пальм банановых вот этих вот деревьев так вот это место называется пальмарий и здесь прям в одном месте собрано смотрите сколько пальм действительно какие-то тропики пальмарием называется участвую на котором собрана коллекция растений и семейства пальмовые пальмовые или ореховые здесь видите по ходу еще какие-то разные пальмы но мне это место прям очень нравится давайте дальше пройдемся смотрите как же это круто и красиво так хочу показать вам еще вот такое озеро которое здесь находится видите дождик капает какой-то солнечный дождь у нас солнце и дождь идет смотреть со стороны то где-то над нами должна быть радуга сейчас юбея чилийская вот такая тоже необычная супер пальма но это правда как будто вы в тропиках идемте дальше насколько я помню в конце должно быть или это не здесь это ниже похоже да будет дарта чуть ниже ну в общем места ух ты вот эта красота так ну что давайте еще немножко дальше пойдем ся пройдемся смотрим пальмы с кипарисами и вот даже можжевельник здесь растет сочетание супер необычная как по мне спустился я еще ниже и здесь расположена банановая роща в прошлый раз когда я был это было то ли весна то ли что я не помню но баранов здесь не было их тогда но их на зиму либо после зимы обстригают это только корешки росли сейчас же банановая роща видите своей полной крах красе бананы пальмы такую фоточку это увидишься не подумаешь что это в крыму где-то даже снята и из банановой рощи мы попадаем на самую настоящую пальмовую аллею здесь громадные высокие пальмы так смотрите здесь уже плохо под банана вот растет у нас а вы даже бананы маленькие есть ничего себе смотрите вот повыше друзья крымские бананы хоть где-то мы их в этом году увидели но круто так еще поближе с камеру поднесу чтобы посмотрели как они выглядят красота так здесь цветет тоже растение какое-то вот такие гигантские у него белые цветки свисают как колокольчики так ну что давайте пройдемся по пальмовой аллее конечно вот это пальмовая аллея самая красивая в крыму которая есть здесь высоченные пальмы все зелененькие все ухоженные внизу тоже видите сделали красивые клумбы ну просто шикарно что здесь могу сказать нужно посещать такие места здесь какой-то тростник что ли растет или что это тростниковая трава видя к пушистым так цветет ну видите в основном здесь все делают себе фотографию на память на фоне этих пальм часов тоже покажу ракурс вот такой для чтобы понимали насколько высокие пальмы соотношение с человеком гиганты просто но это очень красиво что я могу вам сказать здесь точно нужно побывать щеки это цветы у нас расцвели и вот знаменитая беседка она насколько знаю там очень древняя ты даже какой-то фильм снимали либо сказку не помню но что-то здесь интересное снимали в этой беседке и над ней возвышается вот такая сосна прям как будто укрывает эту беседку от дождей как зонт так ну давайте зайдем сюда что мы были тоже в этой беседе то ли буратино тут снимали то ли что напомните пожалуйста в комментариях и вот такие виды отсюда там тоже идет бамбуковая роща дальше здесь кактусы у нас снизу и пальмы в общем просто сегодня я отдохну снимая этот видеоролик тут около бамбуковой рощи есть небольшой пруд с рыбками они прям маленькие но сейчас попытаюсь вам их показать они видите на нашум повод так видно вам вам их вон красные даже плавают небольшие так ну что не слишком шумно поэтому поехали друзья дальше время то у нас идет еще хочу вообще в другое место попасть но вроде бы вам показал никитский ботанический сад однозначно это место которое вот обязательно нужно посетить если вы будете в крыму прям обязательно такой красоты вы уже в крыму больше нигде не увидите столько растений собранных в одном месте и так это все красиво гармонично смотрится вы просто здесь отдохнете своей душой но и здесь уже снизу мы выходим на автобусную остановку если еще пройти дальше там будет тоже продолжение ботанического сада но там уже будут чисто кактусы но к ним я думаю мы сходим уже в отдельный раз в другом видеоролике мы уже перемещаемся из парка в эту расщелину либо расселена либо перевал у нее несколько названий здесь нас встречает такой значок государственный природный заповедник ялтинский гора лесной а это значит что чтобы вам посетить данное место нужно оформить пропуск на сайте заповедный крым я собственно говоря его и оформил стоимость его 150 рублей здравствуйте далеко на таки до расчелинга не очень близко посмотрю хорошо спасибо ведь для туристы здесь ходят в принципе принципе мы пройдем надеюсь наш не оштрафует с пропуском у меня как пропуск мне только чек от пропуска потому что здесь особо интернет не ловит а пропуск приходит вам на электронную почту но я им хотя бы чек свою покажу что я оплатил пусть там звонят в администрацию пробивает вообще это место очень известная здесь снималось множество советских фильмов а сейчас это место известно тем что здесь по скалам лазают скалолазы друзья альпинисты скалолазы круто и сегодня рад что вам тоже смогу его показать находится она буквально сколько тут минут десять от трассы даже меньше минут пять-семь от трассы вы спокойно сможете сюда попасть вот так пешочком насчет 7 минут я погорячился здесь буквально две минуты идти сюда и вот такая красота скрыто возле дороги слышно прям как шумит эта трасса вот такие друзья здесь скалы я здесь кстати с вами впервые любуемся интересно можно ли на какую-то подняться без альпинистского снаряжения нам вот этот камень прям смотрите как кололся можно сказать он просто висит здесь кстати стоит заметить что поставили скамейки в некоторых местах можно посидеть отдохнуть конечно красота вот альпиниста у нас здесь есть который сейчас будет выполнять подъем то ли они уже спустились непонятно по вот этим друзья скалом здесь есть маршруты легкие для новичков есть и сложные уже для опытных альпинистов так ну давайте пройдемся не на просто все тропинка ведет и внутри давайте внутри наверно пройдемся полюбуемся красотой этой блин но место действительно шикарная он как-то альпинисты поднимается интересно но не походу спустились посмотрите людей какая есть высокая друзья скала но я не ожидал что возле дороги может быть такая именно красота здесь здравствуйте уже спустились или будете подниматься а будут подниматься то я друзья мы посмотрим на это действие как они будут здесь выполнять восхождение место конечно здесь удивительное взгляните вот на эту хотя бы скалу какая она высокая в принципе наверх на нее можно я думаю забраться без снаряжения давайте-ка попробуем с вами мы то не профессиональные альпинисты как вот эти люди но тоже когда-нибудь до поднимемся сегодня вместо такое ущелье так ну давайте пока они там будет подготавливаться мы немножко пройдемся здесь по этой тропе и подозреваем можно куда-то и на вершину гор выйти но этот поход мы уже ставим на следующий раз потому что если вы заметили я по чуть-чуть и двигаюсь в сторону юбка именно по горам каким и там горы чаттердак покорили димир джи северную южную большие ворота крыма поэтому а здесь еще тоже кажется много мест что ограждено интересно что здесь такое друзья здесь какой-то ущелье прям вниз ведет интересно если там какая-то пещера было бы круто посетить здесь какую-то пещеру так но я хочу подняться вон туда наверх на скалы на эти чтобы показать вам вид сверху но для начала пойдемте на тот на ту скалу попытаемся таки залезть друзья которые вначале вам показывал и уже после нее отправимся сюда на вершину ну кстати вот это место вы точно вы можете посетить потому что ну прям возле дороги находится две минуты дороги и вы здесь я уверен что вы по этой трассе проезжали миллионы раз но про это место даже не догадывались что она существует ну мне который знает про него большинство я уверен что еще не в курсе так давайте сюда немножко поднимемся покажу вам вид небольшой сначала сверху а потом уже будем такой подъем выполнять на кстати синие в обуви в скользкой я не рассчитывал лазать по горам так я хочу на вот это скалу не уверен что поднимусь туда красота друзья вот такие скрытые места есть у нас в крыму который прямо рядом с цивилизация находится она очень красивая то друзья немножко вам покажу кальпинисты сбираются сейчас он лезет получается видите без страховки потому что сверху каната нет он такой 1 и цепляет получать этот канат по которому другие ребятки будут залазить блин ну супер очень круто так взятом табличка написан на этих скалах тренировался многократный победитель скалолазочных скалолазных чемпионов легендарный тигр скал михаил херги а не взять чуть приблизил скала почти от весная ... закручиваем посмотрели как работает настоящий друзья скалолазы мужик уже такой немолодой видно больше 30 лет я думаю так он так четко лиц вообще я в шоке честно говоря мне бы такие навыки по альпинизму вы покорили вообще максимально крутейшие вершины но видимо он занимается эти наверно уже много лет потому что прям ну не понравится кандалазе учет к ими тон-дон-дон так быстро на вершину скарабкался очень круто респект ему не хотелось ограничиваться только одним ботаническим садом поэтому сейчас немножко поднимемся в горы нас уже закат солнца на горизонте намечается но солнце садится за вершину горы айпетри вон там и вон виднеется море там уже он ялтинская бухта получается ялтинский маяк видно отсюда хорошо его друзья моря тоже смотрите какая красота но я хочу подняться еще прям повыше туда чтобы виды нам по красивее открылись не знаю тут тропы пока никакой не вижу иду просто вот так наугад как же это красиво с каждым метром высоту становится более красивее кстати никитский ботанический сад находится друзья вот прямо прямо все так двигаться вот здания эти деревьях это администрация сада мы только что были там и вот это расселена находится прям над никитским ботаническим садом здесь тоже очень красивая природа дикая крымская сосны дубы скумпия красная сейчас будем проходить эти места витя как скумпия покраснела тоже очень живописно вот он такие осенние краски дикого крыма для великолепные виды я уже не держусь когда мы отправимся в полноценный поход именно вот в эти горы на вершину но скоро пойдем пока лес такой красивый нужно по максимуму снимать природу набережной мы еще успеем и зимой поснимать и в другие времена а вот такие походы именно нужно сейчас в это время ну посмотрите красиво красота же очень красивые здесь конечно места с такими прекрасными видами идем видите по какому лесу здесь такие сосны тоже громадные и прям кинематографические ну и естественно видите сами ветвями не в основном направлены в сторону моря ту сторону откуда восходит солнце так ну я уже иду немножко на спуск покажу вам с другого ракурса эту расселину но однозначно на днях я соберусь и мы с вами отправимся куда-то на вершину прям вот этих гор ялтинских чтобы полюбоваться осенними красками крыма смотрите какой здесь лес и вон впереди тоже какая-то скала красивая за этой сосной находится вот туда бы и на вершину тоже хотел забраться надо все еще успеем на чтоб погода не подводила и вот как сегодня была солнечной потому что прям хочется побольше солнца чтобы снимать более красивые кадры потому что все раз все равно не так это выглядит вот такая друзья тропах самое главное здесь вообще нет людей никого круто на такая не туристическая бы сказал не очень известная туристов сейчас вам покажу полноценный вид на это ущелье вы тоже полюбуйтесь так тут это должна быть смотровая вот она да сейчас покажу дубы конечно очень красиво перекрасили листья и друзья вот он вид на это ущелье так ну ниже на нож не пойдем или пойдем хотя вот там можно на скалы забраться давайте на скалы чтоб так а на скалы здесь могу покатиться вниз нет с этой стороны точно на скалы не пойдем еще ведь от моих ног могут скатиться камни дай бог кто будет внизу чтоб на них ничего не упало поэтому не будем ни собой рисковать не людьми которые снизу но по крайней мере с это место где сыпучий вот такой грунт давайте попробуем обойти немножко до этих скал взял шикарнейшее место просто так вот здесь вроде бы тропинка ведет да что то есть похоже на тропу вот с этой стороны правда или нет нет вот с этой вот она заходит и прям на эту скалу которая мне и нужно чтоб раскрыть вам весь этот вид так как мне на нее залезть только также мне нужно сюда стать чтобы вы увидели весь этот каньон можно сказать вот так хорошо при видно вот друзья я поднялся получается с той стороны и поверху просто его обошел чтобы вы тоже смогли полюбоваться все его красотой их крым каждый день поражать открываем какие-то новые места с вами это очень круто я считаю я уже двигаю в сторону спуска возможно еще нам это интересные ракурсы откроются здесь чтобы вам их передать но вот чего мне ракурс огромная скала здесь торчит из земли сбоку растет сосна станкевича немножко на смотровую выйдем за виды великолеп от птицы внизу шуршат так интересно с той стороны будет ли видно трасса сена вот эту скалку сейчас поднимусь давайте проверим поднялся на эту скалу чтобы показать вам вид здесь конечно прям шумно вот она снизу проходит трасса алушта ялта вы по ней точно когда-то проезжали но все равно выглядит безумно это красиво среди такого леса трасса горы вон очень живописно еще солнце так красиво лучами подсвечивает все ну и смотрите какие здесь друзья горы хочется подняться прям на самые их вершины это не самая вершина это такая предгорка можно сказать дальше идти еще там очень много километров но мы обязательно с вами пойдем посетим все эти уникальнейшие локации прям дух замирает от такой красоты юбка конечно природа прям удивительная все так зелено все красочно так нужно посмотреть где здесь остановка автобусная чтоб не успеть добраться сегодня до судака и чтобы вы утром посмотрели этот видеоролик уже вот смотрите дорога и вот это место никитская расселена блин ну круто еще вид на море такой еще вам немного вида на эту расщелину смотрите взять это так красиво вы не представляете себе все что вон стоит человек как он маленький по сравнению с ним какие здесь высокие скалы где-то где-то 25-30 метров я думаю может даже чуть повыше будут но место действительно уникальное и прям у меня она так вдохновило поразило рекомендую вам здесь тоже побывать ну и плюс она прям очень рядом находится живым живыми центрами можно сказать от ялты вот со всеми далеко если допустим в ялте сейчас то без проблем сюда можно даже на троллейбусе доехать остановка скорее всего возле заправки оттан будет оттуда уже минуты наверно три до этого места чтобы добраться великолепный крым великолепные места здесь так солнце опять немножко высушил жену на закате видите садится по чуть-чуть подсветила нам вершину этих скал ну что я могу сказать вроде бы ролик удался у нас сегодня хоть и поздно я очень выехал но все же получилось мне кажется интересно следующий друзья ролик мы отправимся в пеший маршрут длительный куда-нибудь на вершину гор по чуть-чуть уже добираемся до юбка будем теперь покорять эти горы которые здесь расположены но естественно по тропам по которым мало кто ходит потому что мне сейчас нравится снимать такие видеоролики именно не набережные там а именно вот куда-то в горы пойти на природе походить показать вам но другой немного крым с другой его стороны понятно что и набережные нужны но набережные мы в принципе в любой день можем поехать и снять а вот горы когда они максимально красивые это уже только следующую осень придется ждать чтобы опять так красиво походить по горам и показать их вам ну все я уже спустился буду выходить на дорогу ловить автобус либо попутки какие-нибудь надеюсь которые меня дохты кинут хотя бы до луж ты оттуда до симферополя оттуда уже судак друзья только что пришло сообщение от той женщины которая в никитском ботаническом саду гостили меня футдогом и кофе она там работает лично написала саша не вернулся с розари отправить от 2000 на воду и домой доехать отправят две тысячи рублей чтобы понимать друзья зовут ее татьяна зазуля огромнейшая вам пассив за то чтобы поддержали сегодняшний выход видеоролика вот так спонтанно ну большой большой вам человеческое спасибо а я напоминаю что до алушки добирался из судака на такси потому что автобусы как мы знаем в такой период уже не ходит один идет рано-рано утром а так больше за день не один автобус больше не отправляется судак алушки такси стоит две с половиной тысячи рублей в принципе дорога мы скупать отбили благодаря татьяне но сейчас буду возвращаться возвращаться уже буду через симферополь потому что так на автобусах дешевле и в принципе я сейчас никуда уже не тороплюсь потому что все от снял можно свободной душой ехать а если сюда качали симферополь ехать в алушку то вы потеряете кучу времени для часа три-четыре точно потеряете в дороге и себе так поехал то я по-любому сегодня бы не успел не ботанический сад и в это место проехал бы уже тут был такой вот в это время когда уже солнце село я бы наверно только доехал до алушки поэтому спасибо зрителям которые вот так поддерживают друзья очень вам благодарен в общем ждите новые видеоролики будем снимать дальше ну что друзья в таком живописном месте на закате солнца я буду завершать этот видеоролик хоть он получился и небольшим я надеюсь мне удалось передать вам красоту никитского ботанического сада красоту вот этих гор вот этого дикого леса крыма в общем места в крыму удивительные осенью здесь мне кажется намного красивее чем летом когда лес окрашивается в осенней краски смотрится это просто как-то невероятно поэтому приезжайте осенью путешествуйте по горам ходите побольше любуйтесь красотами крыма но естественно подписывайтесь на канал потому что я вам буду показывать все эти красоты на своем youtube канале своей группе вконтакте можете оформить подписочку платную там по платной подписке выходят еженедельно эксклюзивные видеоролики которые не публикуются на ю тубе стоит такая подписка 200 рублей друзья как чашка какого-нибудь кофе в торговом центре поэтому оформляйте и смотрите эксклюзивные видеоролики тоже но с вами был я александр михаленко встретимся уже совсем скоро всем пока